Всем привет! Вечерний эфир! Или давай по-другому назовем сладкий плен. На целый час мы вас пленим. На целых три! На целых три, но первый час будет самый убойный, друзья мои. Поэтому мы вас держим в заложниках. Никуда не уходите, не переключайтесь, потому что здесь, в этой студии, в вечернем эфире, как всегда, мы Маш Новая, Майк Войс! Меня держат в заложниках уже третий месяц здесь, друзья. Оставайся с нами. Но и этот черный мрачный стул сегодня озарится одним очень ярким, классным человеком. Кто это будет? Ну, а все гости у нас, как ты знаешь, Мишка, связаны так или иначе. Ну, кто сегодня? Сегодня у нас в гостях комедийный актер Майкл из вот этого вот легендарного сериала «Универс». Честный команды КВН «Рубен». Да! Наконец-то я дождался. Арарат Кищан! Арарат, мы встаем к тебе, лицом туда, так сказать, к лесу нару. Выходи из треугольника. Все, я выкатывайся. Привет! Мы очень рады тебя видеть. Привет. Давай целуемся с Мишкой просто. Мы целаемся будем просто привет. Да, просто. Просто привет. Хотя, наверное, у кого-то желание возникло. Да, были и такие гости. Я зато ритуальный пас. Вот что я сделаю, то сделаю. Мяч твой. Но подожди, не просто так мы дали тебе мяч в самом начале программы. Мы знаем, что ты активный, яркий болельщик. Яркий. Футбольный. Правильно? Я ярый поклонник этого вида спорта во всех отношениях. Я люблю смотреть, анализировать и играть в том числе. Слушай, а вот это самое интересное. Подожди, играть ты с детства занимаешься футболом или же уже во взрослом возрасте? Скажем так, я занимался недолго футболом, но играл всю жизнь. С детства, да. Слушай, ну расскажи про меня, расскажи, мне же будет приятно. Так, подожди, а ты сам расскажи, почему я должна про себя рассказывать. Хорошо, хорошо, хорошо. Я, правда, ты учился в ГИМО. Это-то да, я играл там в футбол. Более того, я работал в клубе одном, московском, футбольном, где как раз два очень известных армянина-то играли, которые в сборной играли. И, конечно, футбол моя любовь, футбол это то, без чего я не могу жить. В какой сборной играли? А? В какой сборной играли? Армении. Ага. Вот те самые, те самые, двое. Все, вы нашли друг друга. Да, и футбольный комментатор, что есть, то есть. Поэтому на одном языке мы сегодня. На одном, на футболе. Ну, кстати, Арара, чемпионат мира по футболу, он как-то проходит мимо тебя по касателям? Или ты принимаешь в нем активное участие? Сидишь, ездишь на матче? Случилось так, что чемпионат совпал с моими активными съемками, с командировками, разъездами. И я изначально смирился с мыслью, что я не попаду на игру. Было глупо планировать, покупать билет, потому что непонятно, где я буду в это время. Но футбольная судьба, звезда, или кто не знаю, сказала, рад быть тебе на чемпионате. И совершенно недавно у меня перенеслась одна поездка. В этот же момент, буквально через день, мне звонит друг из Новгорода, из Нижнего Новгорода. Говорит, есть билет. Правда, нет билетов в Нижний Новгород. Я говорю, ждите. Прыгнул в машину и вперед. И я попал на матч. Я белый завистью. Я даже скажу, знаешь, на какой? На ту самую Аргентину с хорватами. Я обзавидовался, когда увидел в Инстаграме. Это круто. Ну а за нашей сборной следишь? Да, в этом году очень приятно. Россию, Руквай, как тебе игра? Прекрасная игра. Не расстроен? Расстроен, конечно. Итогом. Мы проиграли, но проиграли, скажем так, было неприятно допустить те ошибки, из-за которых мы проиграли. Да. И нарушения, из-за которых получили удаление. И этот штрафной, который не всегда, да, опасная точка, не всегда туда забивает. Но Суарес негодяй забил. И этот рикошет подлый уже вообще настроение сбил. Но, тем не менее, ребята продолжали играть. Ошибались, играли хорошо. Они старались. И это было приятно это смотреть. Сколько опять времени было в соцсетях? Вот это самое интересное. Продолжается, до сих пор пишут. О, они все опять те же, выиграли с Саудитов. Этих сейчас никто не умеет радовать. Я написал пост о том, что я был доволен игрой. И там опять эти все вонючки. Понеслось. Я говорю, вы хоть когда-нибудь будете довольны чем-то? Чем-то вы довольны? Можете быть? Нет, все это ерунда. Вон, показали. Сейчас попадем на испанцев. Да, попадем на испанцев. Да, возможно, проиграем. Это один из самых неудобных соперников для сборной России. Да. Но мы выйдем из группы. Мало кто вышел из группы. И это чемпионат мира. На чемпионат мира приезжают сильнейшие команды. Ара-ра. Так что... Да я тоже вставлю свои 50 копеек. Ты уйдешь, а два часа мне придется об этом разговаривать самим собой. Ара-ра. А я вот рад. Вот слушайте, я честно рад. Вот вы сейчас меня только не кидайте с ничем нехорошим. Почему вы должны это делать? Я вам скажу, лучше сейчас в группе вот этот холодный душ, чтобы вот сбить немножко спесь. А мы об этом вчера и говорили, что нам нужно было обязательно начать проигрывать, чтобы нам забили первыми, чтобы мы обе игры ввели в счете сразу же. И нам нужно было понять, каково это отыгрываться именно этой сборной, этой команде. Она еще ни разу не отыгрывалась. Она попыталась и пошли ошибки. Надеюсь, работа над ошибками будет правильной. И мы будем уже с опытом подойдем к делу, если Испания забьет первой. Друзья, я практически ощущаю, как умственно, вот так вот, знаете, ментально меня Маша почти щипает, уже показывает, так улыбаясь глазами. Почему? Почему? Нет. Мне на самом деле очень нравится эта тема. Наша передача превращается в какой-то футбольный клуб. Мишка, ну это же актуально. Подожди. А ты готова дальше? А, у нас вечернее шоу, мы говорим, собственно, на актуальные темы. Отбивай, мы говорим о футболе, не останавливайся. Но вот, раз ты остановил, окей, у меня следующий вопрос. Арарат, ты очень азартный человек в игре, в жизни. Ты такой же азартный? Я чересчур азартный человек, но, к счастью, в голове есть тумблер, который меня переключает и держит на расстоянии. Например, я из-за своей азартности никогда в жизни не был в казино. Я себе поставил запрет. Я знаю, что это меня может очень сильно затащить. Я играю в покер, это с друзьями в закрытом кругу, никого извне, и это происходит очень редко. Я люблю скорость, и, зная, как я люблю скорость, я отказался от другой своей страсти, от мотоцикла. Арарат, я сегодня сдал экзамен. Отговори, давай отговорим его, получи мяч в лицо. Ты как не посмел мне сейчас это сказать, а? Я утешу, сегодня теория, завтра в 8 утра в Капотне будет практика. А какой самый безрассудный поступок в твоей жизни был? Это кончилось плохо. Ну расскажи, но это уже очень интересно. Как это сейчас? Это вот все равно, что когда говорят, ой, вспомните какой-нибудь веселый случай со съемочной площадки. Их много, сейчас, не знаю, много глупостей я делал. Много глупостей? Ну что ж, какие именно дела глупостей? Друзья, сейчас мы выудим глупость, вы пока посмотрите клип, послушайте музыку, и на этом-то как раз мы и вернемся, правильно или нет? Да, 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 совсем скоро вернемся. Я хочу еще разок напомнить всем нашим гостям, кто нас прямо сейчас слушает и смотрит. Сегодня у нас в гостях комедийный актер Майкл из сериала «Универ». Правильно я говорю? Лучше звезда. Друзья мои, друзья мои, вы спрошите, почему же я сижу-то вот в этом поло вот такой вот расцветки? Олимпиада давно уже прошла, зачем я его сегодня одел спустя 4 года? Это все очень просто, потому что в гостях у нас сегодня нет ни звезда, этот человек обережается, когда я так говорю, просто мой тезка Майкл. Я Майкл, и он Майкл. Арарат Кищак, и я этим поло стараюсь создать ему настоящую, непринужденную, домашнюю атмосферу, как будто бы снова в Адлере. Нет, как будто бы снова под лоскутным одеялом дома. Как будто бы снова яркий, красивый, летний парень пришел к нам в студию. Здравствуйте еще раз. Ура, всем привет. Арарат, ну смотри, мы на прошлом выходе затронули тему «Самый безрассудный поступок в твоей жизни». Что было? Вот ты уже начал вспоминать. Вот безрассудный, он в понимании, в чьем? В моем понимании? Ну, в твоем. В моем понимании все было правильно. С точки зрения моей мамы самый безрассудный поступок был то, что я увлекся дайвингом, то, что когда он узнал, что я погружался на корабль на глубине 45 метров. То есть, с точки зрения, когда жена узнала, что я доехал до Новгорода за... За три часа. Наши ТПС тоже смотрят, да? Зачем? За очень быстро. Да, 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 это не так. Она сказала, я уже спать буду. Когда я прислал смс, я на месте. Она очень долго ругала. А вот, кстати, как жена, как Екатерина относится к твоим пристрастиям футбольным, то, что ты там посещаешь матчи, может быть, ты даже с ребятами встречаешься. Она в безвыходном положении, потому что... Потому что изначально были поставлены приоритеты все, что угодно, но футбол... Превыше всего? Ничего не обсуждается. Подожди, только во времена чемпионата или вообще всегда? Нет, я ухожу смотреть футбол или играть в футбол, и это... Оставляешь семью. Открой секрет, за кого ты болеешь? Здесь, в России. Здесь, в России, я симпатизирую ЦСКА. ЦСКА. Мне нравится футбольная политика Краснодара, как они работают с молодежью. Особенно Академия Краснодара очень нравится. Руководство, как они занимаются клубом. А команде самой я с недавних пор прикипел к ЦСКА. Особенно в этом году без каких-либо трансферов, без громких имен, без бюджетов. Они спокойненько, уверенно дошли. Да, не первое, но чуть-чуть не хватило второе место. А всем известные другие клубы, вкладывая огромные... Синий-белоголубой расцветки, мы имеем в виду их. Вкладывая, я ни в коем случае не хочу сказать, что они плохие или хорошие, но много было вложено денег, а результат... КПД маловат. Маловат. А вот тут клуб, тренер и игроки, все сработало, все выглядело идеально. Арарат, а если вот взять всю матушку, нашу планету, Земля... Манчестер Винатин. Ну, я и хотел сказать, я прям хотел... А ты знаешь почему? Вот ты знаешь... Так, ну-ка, почему? Нет, ты предположи. Не только не ошибись. Ну, Мхитарян. Нет. Ошибся? Когда я болел за... Так. Я начал болеть за Манчестер, как раз Махитарян начал пачкать пеленки, наверное, вот в этом возрасте. То есть еще Фергитайм, это еще было вот то самое время. Эрик Антона. Ого-го. Ребят, я вообще не понимаю, что я здесь делаю, когда серьезные мужчины говорят о футболе. Человек, который забивая гол, не прыгал, не сакал ничего, он просто поднимал воротничок и показывал, кто здесь хозяин. Эрик Антона, это самая прекрасная подводка к нашей активности. Следующий, это большой футбол. Оле-оле-оле-оле. Большой футбол на теле. Что творит? На канале Страна АПМ начинается. Вы покажите Арарата. В этот момент надо показать, насколько человек... Нет, он такой, а что происходит вообще? А она всегда забавляет, когда девочки болеют. Оле-оле-оле, ты играй. Арарата, тебе больше... Красивый против щитники. Оле-оле-оле-оле. Я тебе больше скажу, у нас сценарий именно так и написано. Да, а там написано, оле-оле, и не читать, и говорить своими словами. Так вот, я расскажу вам своими словами. Очень просто. У нас каждый день по 17.20 и 8.45 с утра проходит наша рубрика «Большой футбол». Люди угадывают матчи, счет в матче, который должен состояться на завтра. Или в этот же день и позже. Присылают свои конец. До финального завершения. Да, делайте свои предложения. Присылают прогнозы. И если они выигрывают, то получают памятную серебряную медаль. Мишка, ну самое главное, куда они должны отправлять все свои сообщения и делать прогнозы. Естественно, на нашем сайте страна.фм. Заходите, найдете там раздел «Большой футбол». Там вы оставляете все свои комментарии. И, кстати, если вы окажетесь первым, кто угадал счет, то мы вам подарим для начала очень классный подарок. Это будет серебряная медаль с изображением футболиста. А потом вы станете самым главным претендентом на путевку на двоих в Грецию. Рэ, ты был в Греции? Я уже купил путевку в Грецию, поэтому мне ваша информация неинтересна. Хорошо. Арат, потерпи. Все хорошо. Мы сейчас быстро объявим. Но подожди, ты был в Греции, а наши дорогие зрители и слушатели там еще не были. А я не был, Арат. А я не был. А я вот, кстати, была. Вот я и читаю. Вот представляешь, был матч. Мне, кстати, не надо это читать. Я это прекрасно знаю, что вчера Иран-Португалия. Я только успевал переключать кнопку на телевизоре. Я чуть с ума не ссор. Иран-Португалия, Испания-Марокко. Это было что-то вообще... Ну, это сумасшедшее. Хорошо. Мне нравится, что появилась такая система. Мы в 21 веке, так или иначе, такие вещи должны появляться. Но, ребят, реализовываться должно это совершенно по-другому. Это перебор. Почему одни эпизоды смотрят, другие не смотрят? Кто это... Ну, это... Это все... Вчера, ну, пол матча мы останавливались, смотрели, 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 смотрели. Уже судьи на свое решение как-то не имеют права. И потом самое глупое, когда повтор идет, был удар или нет. Если был удар у Криштиану Роналду, то... Красная карточка. В любом случае, красная карточка. Славь тебя по лицу. Я здесь, у нас хронометраж, я здесь прерву. Все претензии в КТК, как у нас говорят в России. Подождите, самое главное сейчас подвести итоги, то, что в матче Иран-Португалия первым был Михаил Роткин. Кто угадал? Так, другой Михаил. Да, а матч Испания-Марокко со счетом 2-2 первым стал и угадал Михаил Лизунов, друзья мои. Опять другой Михаил, а? Да, другой Михаил, тоже не ты. Пожалуйста, заходите на наш сайт, оставляйте свои прогнозы, участвуйте в нашем конкурсе «Большой футбол» на теле радиоканале «Страна ФМ». Мы здесь, на теле радиоканале «Страна ФМ». Я просто хотела пропеть и продолжить джингл. Да ты можешь петь дальше. Сегодня у нас в гостях Арарат Кещан. Я не сподвожу. Давай, поддержи. Я не сподвожу. Ну давай. Я нет. И Маша Новая, и Майк Бойс. Я человек антикараоке. Антикараоке. Но я знаю, что ты человек юмор. Подожди. И у вас, кстати, с братом отличный тандем. Ашот. Правильно? Да. Вы вели множество всевозможных шоу и на радио, и на телеке. Мы очень долго и давно работали вместе. Работаем, хотел сказать, но сейчас камера нас разделила. Ну подожди, вы вместе с КВН, правильно я понимаю? Я про другую камеру подумал, что ты не сориентировался. Это камера. Да, он теперь у нас режиссер. Ага. А ты больше любишь работать все-таки в кадре? Ну, пока получается, да. Ну тебе это нравится? Конечно, нравится. То, чем ты занимаешься. Арарат, за глубокие вопросы в этой телепередаче отвечаю я, поэтому позволю себе спросить. Арарат, без шуток, вот, а вообще тяжело, это родной брат? Так. Одно дело мы с Машей, мы с ней, мы, то есть мы просто похожи на самом деле, но мы не братья, не брат и не сестра. А вот с родным... Я не похожа на него, он все врет. С родным братом тяжело? Все равно какие-то же моменты... Нам с братом очень тяжело было всегда работать, и люди со стороны, когда наблюдали за нашей работой, они задавались вопросом, а они работают сейчас или будет драка по ножовщине? Серьезно, действительно, мы очень серьезно ругались, у нас кардинально разный подход к юмору и к творчеству, но это давало свои плоды. Мы таким образом отсеивали лишнее друг у друга в предложении друг у друга, и оставалось какое-то полезное ядро, и что в итоге и давало... И плюс, если разные взгляды, то и горизонт расширялся. Абсолютно. Абсолютно. Мы смотрели не вот так, а мы смотрели вот так. Арарат, скажи, а твой брат причастен к программе «Не факт»? Он там является режиссером, продюсером? Нет. Или это другой проект, куда тебя пригласили, имя ведущего? Нет, меня пригласили туда другие люди, это другая компания. А, окей. Смотри, ну ты там раскрываешь самые популярные необычные гипотезы, проверяешь на прочность и так далее. Можешь что-нибудь вспомнить, вот что тебя больше всего зацепило, удивило, может быть? Я скажу так, программа «Не факт» мне раскрыла глаза на некоторые давно устоявшиеся уже вопросы, мнения. Клише, штампы. Да, да, да. Плюс я узнал очень много интересного нового о том, вот мне очень понравилась, например, тема «Чумной форт» называлась, то есть это тема передачи, в Питере мы снимали о том, о нашей лаборатории, которая работала над вакциной против чумы, и какая там внутри этой лаборатории случилась трагедия, которая, когда руководитель в итоге заразился и умер в этой самой лаборатории. То есть очень много интересных тем, недавно снимали про княжество, про Радзивиллов, если слышали о таких. Это очень известный и влиятельный род, князья, и они в Европе, их семья, их потомки, занимали всегда очень высокие посты, от кардиналов до маршалов. То есть массу интересного для себя в этой программе я подчеркиваю. Ну, это здорово. Я думаю, что тебе эти знания пригодятся в нашем следующем конкурсе, потому что... О, нет. Да, 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 этот час настал, потому что конкурс так и называется «Факт не факт». Ох ты, е-мое. Смотри, я буду тебе быстро зачитывать факты, соответственно, некоторые из них правдивые, некоторые из них неправдивые. Здесь есть и хорошая новость. Это сейчас плохая была, хорошая от меня. Это про футбол будут вопросы? Нет, 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 только хорошая. Все очень просто. Когда Маша готовит какие-то активности и конкурсы, я ничего о них не знаю, и я полностью на твоей стороне. А Мишка будет помогать мне. Но это вряд ли мне поможет. Это вряд ли тебе поможет. Это плохая новость, понимаешь? Так. Но мы на следующей неделе, когда будет моя очередь все это готовить... Меня не будет, но ты можешь прийти и отомстить. Все. Есть, хорошо. Приходи, мы тебя всегда рады. Поехали. Смотри, я буду быстро зачитывать. Ты должен сказать, факт или не факт, окей? А вторая ручка была запретена еще в Древнем Египте. Факт. Молодец. Первоначально ученические ранцы изготовляли из свиной кожи. Факт. Не факт. Знаешь, из какой? Из тюленевы. Мишка, а ты веди подсчеты, пожалуйста, сколько правильно, сколько неправильно. Из тюленей. Это в какой школе тогда? Да, первоначально ученические ранцы. По Мурманску. А, точно, знаменитая гимназия Мурманская. Гоус, что вы родили. Да, 813 года. Кстати, недавно же были выпускные, поэтому сейчас первые вопросы связаны так или иначе со школьной темой. В Африке выпускаются витаминизированные карандаши для детей, имеющие обыкновение грызть. Надеюсь, факт. Да, молодец. Слово бодрость и чай обозначаются одинаковыми иероглифами в японском языке. Да. О, ты это знал? Факт. Просто так уверенно кивнул сейчас. Темные волосы растут быстрее, чем белокурые. Не факт. Молодец, не факт. По себе? Не важно. Не важно. Один волос может выдержать вес в 3 килограмма. Факт. Да, слушай, прям идеально. Мы снимали про эту передачу. А, молодец. А можешь подробности рассказать? Вы пробовали? Ты на своем держал? Да, мы пробовали, сколько тонн выдержит коса. Сколько? А, ну это коса. Тут все-таки один волос. Ну мы все там проработали. И про один волос тоже хорошо. Дальше. Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем остальные. Факт. Тоже делали про эту программу? Нет, я знаю. Просто в курсе. Окей. Подожди, вот что? Жена, жена боли боится. Я напряг себя. Откуда ты знаешь, Арарат? А у тебя какие? У меня вообще. А у тебя карие. У меня черные глаза. А у тебя какие Арарат? Карие? Какие же. Тоже? Ну а вдруг голубые? Одна ты у нас боли боишься. Одна я, да. У меня зеленые друзья. Так, а глаз наполнен воздухом? Нет. Молодец, не факт. Ну а вдруг у кого-то... Слава богу, я знал ответ. А представляешь, можно было бы сделать вот так. И все. И все. Выскочили, да. Радугу можно увидеть в полночь? Нет. Да, это факт, да. Для приготовления майонеза используются яичные белки. А, хитро. Что? Отвечай. Что? Неважно, я уже зачитала. Смотри, для приготовления майонеза используются яичные белки. Нет. Нет? Не факт. Не факт? Нет. А что используются? Желтки. Молодец. Смотри, какой хозяйственный. Любишь готовить? Нет. Нет. Люблю есть. Это вопрос не отсюда. Королева Мадагаскара казнила своих подданных, если они являлись ей во сне без предупреждения. Пусть будет факт. Точно. Это крутой факт. Это крутой факт, да. Окей. Утром ты выше ростом, чем вечером. Факт. Измерял? Да. О, слушай, обалдеть. Вообще, в мире больше людей, чем кур. В мире больше людей, чем кур. Да. Факт или не факт? Ну, предположи, давай быстро. Факт. Нет. Серьезно? Нет, конечно. Нет, не факт. Кур реально больше. Я думаю, что разом в два. А девушек к этому относятся, нет? К девушке, да. Ладно, окей, не будем. Сама критичность, это, конечно, круто. Женщины моргают примерно в два раза чаще, чем мужчины. Это факт. Не каждому. Да. Точно. Сюда у меня такой замедленный. А туда я видел. А туда по полной. Да. В одном корейском цирке двух крокодилов научили танцевать. Вась. Ё-моё. А можно посмотреть? Тру-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, как ты думаешь? Нет, не факт. Нет, блин. Ты серьезно, что ты? Ну, хотел посмотреть. Окей, давайте тогда какой-нибудь, да, простой вопрос. У человека больше мускулов, чем у гусеницы? Не факт. Не факт. У гусеницы больше? Молодец. У него все тело движется. Вот. Это логика называется. А у некоторых только лизиниц. Людей. Да. Я даже знаю одного такого человека. Давай, дальше. А все, мне кажется. Ну, ладно, давай последний. Когда вы краснеете, ваш желудок краснеет тоже? Нет. Вот такой вопрос. Не факт. Таким я решила закрыться. Ты представляешь? Это факт. Это факт? Да. Он краснеет? Он тоже краснеет. Блин, три промаха. Он может иметь, да, и менять цвет. Ну, я тебя поздравляю. Все-таки больше хорошо. Если бы было больше неправильных ответов, тебе пришлось бы что-то изобразить. Но так как больше правильных, поэтому... Пожалуйста, изобрази вазу. Изображу вазу. Китайскую. А ты можешь глаза сузить? Глаза сузить. Глаза сузить. Китайскую старую вазу. Все, подожди, только два задания я могла изобразить. Спасибо огромное. Я продолжаю, собственно, давайте нашу тему с фактами, с нефактами и с этой программой. Но ты ведешь ее не один, правильно? У тебя есть сто ведущих или вы ведете параллельно? Мы ведем параллельно, потому что мы в силу занятости не можем все время быть... А к созданию этой программы, к написанию, к сценарию ты имеешь какое-то отношение или нет? Какое-то отношение, да, имею. Ты не редактируешь как себя, да? Нет. Когда создавался... Вопрос о создании или... О создании. Вопрос, когда создавался, скажем так, появилась идея у ребят. Мы снимали сперва другую передачу. Она, зверская работа называлась, о том, как животные участвуют в жизни людей. И потом пришло время подумать что-то новое. Вот и пришла идея покопаться в истории. Возможно это, невозможно было или нет. И уже вместе сидели, додумывали. Не скажу, что я один из создателей программы, но скажу так, соучастие принимал. То есть, но это не франшиза, это вот прям уникальный продукт. Ну, слушай, это здорово. На самом деле, я думаю, что люди смотрят, людям нравится. Но также нравится и твой другой образ, который, вот как ты сам, собственно, этого не скрываешь, который сделал тебя знаменитым, популярным. Это сериал «Универ», правильно? Богатым человеком. Что уж что. Известным сделал КВН, богатым сделал сериал. Ну вот смотри, многие, на самом деле, многие актеры почему-то очень так относятся к этой роли, что типа уже надоели эти все поклонники, везде останавливают и так далее. Зачем ты повторяешь слова Арарата, которые говорили за кадром? Ну да, я только в мягкой форме, надоедают. Ты как к своей роли относишься? Это никак, нельзя сказать, что вот поклонники надоедают. Это неправильно. Поклонники надоесть не могут. А вот, скажем так, люди, которые относятся к тебе с каким-то понебратством и немножко убирают грани постороннего незнакомого человека. Арарат Геморгиевич. Мы с этого и продолжим, с вашего позволения. Нет, друзья, никакой другой у меня не появился. Все тот же Арарат Кищан. И все тот же Майк Войс. Ну все, не надо уже после этого подлинзываться. Ну, подожди, я должна была после этой песни выйти. Арарат уйдет, Маша, а я останусь еще на два часа. Выхода? Нет, нет, Миша, давай закроем все выходы, потому что я не хочу отпускать такого гостя сегодня. Смотри, мы затронули тему универа. И знаешь, что написано в интернете по поводу твоего образа? В ваших интернетах. На чем мы остановились? Мы на Майкле остановились в универе. Мы остановились на популярности и... Да, ты спасаешь мои вопросы. Я бы хотел, потому что это важно. Не то, что важно, это, по крайней мере, это то, о чем мы часто говорим. О том, что популярность среди поклонников это одно, а назойливое, второе, хамское отношение людей, которое потом начинает трубить, что от он зазвездился и себя вот так вот ведет, это совсем другое. И от этого, конечно, устаешь. От этого очень быстро устаешь, раздражаешься и порой ведешь себя резко. Что быстренько бросается в глаза и выводится на первый полос. А, ну, естественно. Сразу скандал, сразу же, ах, он ушел. А давай, Рат, еще глубже копнем. Вот скажи, пожалуйста, я знаю... Я ходить начал в 9 месяцев. Еще глубже пойдем. Рат, я знаю два типа актеров, которые действительно прославились какой-то вот большой ролью. Назовем это так, просто чтобы обрисуем схематично. Большой или долгой? Большой, кстати, иногда это совпадает, иногда наоборот. И я знаю два типа реакции. Одни очень любят и ценят и понимают, что да, вот была эта роль, которая мне очень много дала. И они благодарны и судьбе, и прочее. И готовы говорить об этом. А некоторые даже не хотят суметь. А некоторые наоборот. Это вот как музыканты одного хита там и прочее, прочее. Вот, конечно, тут что уж обманывать. Универ и ты, это как, ну, синонимы. Правда? Вот для меня да, абсолютно точно. Я тогда сам учился в универе. У тебя какое отношение к своей роли? Я благодарен своему герою. Я его за 10 лет, конечно же, очень сильно полюбил и привязался. Но это все-таки мой герой. Поэтому это отдельная личность. Часто люди, даже не часто, а чаще всего люди нас объединяют. Полагая, что я, имея двух маленьких детей, такой же бабник. Когда подходит мы с женой в очереди в кинотеатре стоим, в кассу. Подходит и говорит, ах, ты клево телок снимаешь. Вообще молодец. И жена моя смотришь. И жена в шоке, я чувствую. Прямым текстом я ничего не понимаю. Слушай, ну вот здесь, на самом деле, в описании твоей роли написано. Хитроумного ты играешь, обаятельного армянина, приехавшего в Москву из Адлера. Да? Честно говоря, честно говоря, я открыл. Про себя? А потом еще и вернувшегося в Москву из Италии. Вообще полный комплект обаяния. Да, да, да. Я, кстати, посмотрел статью твою в Википедии. И брата. Прям написано. Идеально. Не придерешься. Потому что я про Ашота писал, а Ашот про меня. Про тебя все писал. Ребята, нам с Машей тоже нужна статья. Слушай, ну, да, я напишу про тебя очень классную статью. Да я чувствую, а ты напишешь про меня. Но у вас с братом как раз таки вот вы начинали вместе. Вы начинали с КВН. КВН. Я хочу сейчас, да, затронуть очень сильно эту тему. Ну, как ты вообще попал в КВН? Мы играли в Сочи. Мы играли в Сочи в разных командах. Соперничали друг с другом. Мы выносили команду Ашота. Я был капитаном в своей. Он в своей. Мы вынесли их в полуфинале. У них была доп. Встреча. Они там выиграли. Попали в доп. Командой в финал. Выиграли нас в финале. Поэтому радость была недолгая. Соперничество было такое. Потом мы объединились в одну сборную. Собрали большой коллектив талантливых ребят. Начали ездить по городам. Начали играть уже в выездной КВН. Стали чемпионами Лиги Старт в Воронеже. Откуда поехали. Первая телевизионная лига была в Северное, в Ханты-Мансийске. Дошли туда до полуфинала. Потом очень долгая, не самая красивая история. С командой, которая не по нашей воле распалась. И мы попали в команду РУДЭМ Москвы. Мы уже в этом времени очень тесно общались, близко дружились с ребятами. И они попали в высшую лигу. А у них как раз не хватало одной. У них были все цвета радуги. Не хватало кавказской краски. И получилось, что мы с Ашотом как раз удачно вошли в состав. А сколько примерно, если посчитать все вместе, лет ты провел во всех играх в КВН? Десять лет. Десять лет. Обалдеть. Я поздравляю тебя. Да, это реально срок. А как говорят люди, а, вышел КВН, покрывлялся, добился успеха, фортануло. Ой, ну нет, ну ладно, но мы-то понимаем, что это действительно очень тяжело. Вот сейчас-то мы ответим этим людям, потому что у нас 30 секунд и время блинца. Да, давай, ответочку. Поехали. Готов-то, не думаем. Вообще, сразу. Ну, собственно, как и всегда. Для меня самое важное в жизни. Мама. Идти по жизни с юмором это. Хорошо. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? 1018 год? Я бы воевал. А ты 1018? Воевал. Когда я буду таким же креативным, умным, но уже старым, я скажу своим праправнукам. Не воюйте. Хорошо. Друзья, с нами сегодня был Арарат Кивищан. Спасибо тебе, что ты пришел. Запомните его таким, какой он был сегодня. Спасибо тебе огромное. А мы еще дальше здесь. Да, конечно. Друзья, канал «Страна-ФМ». Один на всю страну.